Что такое аватар? Как его создать? Как бриллиантик такой. Да-да-да-да-да. Будь сам собой. А ты сам собой зажатый, как куриная гуска. Пробить не можешь. Ага. Вот вам почему встречают. Ну, с Госдумой я занимаюсь, но ты меня извини. Там мои ровесники. Эвана как. Вот к вопросу о том, как, например, с девушками разговаривать. Ну, моя жизнь уже точно не будет прежней. Я думаю, как и у многих зрителей наших. Наталья, я тебя люблю. Спасибо, что ты сегодня с нами. Спасибо, что нашла время. Друзья, у нас в гостях Наталья Козелкова, академик Международной Академии Телевидения и Радио. 46 лет у тебя, если не ошибаюсь, опыта. 46 лет, я представить тебе не могу. Опыта на телевидении с 14 лет и на радио. Ты работаешь с Игорем Рыбаковым, ты работаешь с Госдумой, ты работаешь с топами корпорации Феско. Они международные миллиардные контракты получают. Виктория Боня, пацанки. Вот я не знаю. Мне кажется, вот в кого не ткни, вот посмотрите человека, который классно говорит, который красив, который кайфует от себя. Что ты мне подсказываешь, ты с ним поработала? Ой, это так классно. Это вот кто-то... А я думаю, почему у них речевые характеристики похожие? Кто-то вот из хейтеров вот это фу, ядовитый слюной плюнул. А у меня же бронежилет стоит. Я говорю, боже, как я вам благодарна. Вы вернули мне ценность моей деятельности. Прослеживается таки рука мастера. Но... Да, моих слышно. Мои все проявленные. Твоих слышно. Ага. И вот с кем, как ни с тобой сегодня поговорить о том... Да я не побоюсь того слова, что речь, наверное, ключ от всех дверей какой-то, да? И если я не спикер, да, если у меня не корпорация какая-то многомиллиардная, если я не в Госдуме, если я живу, ну, так скажем, обычной жизнью, если она бывает вообще обычная жизнь, то вот для меня будет сегодня полезно, а я уверен, что будет очень полезно. Вот сейчас наслаждением расскажу о том, насколько вот просто люди, которые сейчас включили свои гаджеты, они себе даже не представляют, сколько они вынесут из того, чем мы с тобой сегодня будем делиться. Приведу пример. Приходит парень, пахарь из маленькой фабрички сделал огромный холдинг. При этом звучит на верхах речь очень торопливая, такой наносной цинизм, при этом вот действительно пахарь. Я говорю, так, чье одобрение заслуживаем? Папа или мама? И у него так слезы по ватерлинию. Папа олигарх. Опустили голос в серединку, замедлили темп. После второго занятия парень приходит, говорит, вот посмотрите, какая фишечка. Вот почему, говорите, по одежке встречают. Чуть-чуть изменили, вот казалось бы, чуть-чуть, а там меняется все сразу. Меняется система мышления. То есть, как только мы меняем свою проявленность, вот то, что сейчас называется, да, речевую, в мир, мозг говорит, типа, а что, так можно было? То есть, что мы делаем? Мысль рождает эмоцию, эмоция рождает реакцию в теле, тело подтверждает мозгу, что оно думает то же самое, что мозг, если создать другой речевой аватар, вот ту версию себя, которой вы всегда хотели быть, но нельзя было пробиться через вот эти вот запреты и непозволения, мозг говорит, что-то я и пропустил? А что-то уже можно, что ли, типа? Меняется тело, меняется физика, меняется состояние, там гормональный фон меняется, ну, потому что, естественно, человек начинает мыслить по-другому. То есть, мы становимся тем, во что верим. Даже то, что мы транслируем, и как мы это делаем, и когда опустило этому парню голос на пару тонов, чуть замедлило, у него вот из этого вот, из циничного, торопливого, из циничного, торопливого зайца это все превратилось в спокойного, размеренного бизнесмена, и он на третьем занятии говорит, слушайте, ко мне по-другому относиться, начали в бизнес-сообществе, и папа хвалить начал. Здорово. Есть. Есть. Вот вам, пожалуйста. Вот вам почему встречают. А все же, правда, видно, слышно, вот стоит человек только начинаем говорить, и вот все внутреннее состояние, мы же голые практически. Да, да. Все, что есть, вот он, я говорю, вот он, я такой. Вот почему у меня в разряд бестселлеров вышла моя книга «Не выходи на люди голым», конструктор речевого имиджа, потому что она полетела сразу в третье, второе и сразу третье издание, за год своего существования, потому что голыми мы не нужны, вот сейчас, знаете, есть тренд, типа, ну, будь, будь сам собой, а ты сам собой зажатый, как куриная гуска, вот нафиг ты кому вот зажатый, как куриная жопа нужен, извините, вот кому ты такой нужен? И это нормальное состояние нормального человека, потому что, ну, это нормальный страх, любого нормального человеческого человека, страх публичного пространства. Вот эти костюмчики, да, аватары, речевые, но вот в разных жизненных контекстах, ну, мы, получается, их надеваем с начальником один, с друзьями другой, с любимой третий, еще какой-то. Правильно. Вот тогда как раз и выясняется, насколько мы многогранная личность. Поворачиваемся, как бриллиантик такой. Да, 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 ага, такой класс возникает, когда выясняется, что, ну, не можешь ты разговаривать с детьми и тут же выходить к своему руководству, там, на совет директоров. Утики мои, конечно, солнышки. А, ну, да. Графики растут. В том же, да, графики растут, да, растут графики в том же аватаре. Вот поэтому, вот поэтому, для того, чтобы мне говорят, что сделать, для того, чтобы, что такое аватар, как его создать, всего-навсего переключиться, вот я это называю, профессиональная амбидекстрия. То есть, это две руки, да, два полушария, да, коры. Дело в том, что, когда человек слушает, анализирует, раскладывает по полочкам, у него выходит в доминанту, активизируется левая полушария неокортеса, да, когда он начинает говорить, активизируется правая, и не семенялень, nothing, без контроля, без анализа, особенно, вот, кстати, очень важная штучка, важный лайфхак, если у нас глаза держат собеседника, у нас включено левое полушарие, если мы начинаем глазками шариться по разным сторонам, если глазками убегаем, то есть, вот, почему, потому что, как только мы задаем себе три вопроса, что, кому, и зачем я говорю, то, кому, и зачем, да, никак, ну, как он мог, или как, ну, как же это, ну, как, ой, обожаю, ну, как, как он мог, а мы же вообще об этом не думаем обычно, что, кому, и зачем я говорю, вот, какой процент людей вообще об этом думает, потому что начинает сразу нести, начинает нести вдаль светлую, как только, вот, доля секунды приучаем, что, кому, и зачем, то есть, нужно себя поприучать, мы понимаем, три недели собирается новая нейронная сеть, потом еще три месяца, это все нужно контролить, отлабливать, когда тебе там будет в старую привычку выкидывать, и ты выходишь в автоматизм, ну, там сложные процессы, там милиновой оболочкой, там соединение, все, у меня костюмчики висят, да, я их прям, да, все, все, и костюмчик уже автоматом подбирается, потому что, потому что во время коммуникации включается контроль над коммуникацией, что, кому и зачем я говорю, и тогда вот этот вот костюмчик, правое полушарие, которое прокак, оно выдергивает, надевает тебе в нем комфортно, человеку, твоему собеседнику, твоей аудитории с тобой комфортно, ну, не попрешься ты к друзьям на свадьбу в спортивном гузюмчике, ну, реально, девчонки мои, вот, пацанки, я же в первом сезоне была, а потом у меня, да, потом у меня свалилась мама со спиной, почему, почему не поехали на второй сезон, у меня, там были посты по этому поводу, рассказывала, что у меня, у мамы, перелом позвоночника, поэтому уже не стало, а ребята и на третий сезон звали, и на четвертый, я говорю, ну, вы знаете, уже встал человек на это место. Как тебе ощущение от пацанок, от того, что происходило? Ты понимаешь, настолько, вот, удивительная штука, настолько по, по речи, вот, по одежке встречают, настолько можно было четко спрогнозировать, даже кто когда вылетит. И, кстати, по поводу аватара, я являюсь горячим поклонником ненормативной лексики, другое дело, что я матом не ругаюсь, для меня это составляющая великого, могучего русского языка, и я как песню могу этим, этими вот кружавчиками вышивать, понимаешь, но то, что делали девчонки, создавало такую картинку с выставки, что наша же задача была все-таки привести их в более-менее цивилизованное состояние, в частности, трансформируя речь. А как они потом раскрывались, менялись? Ой, невероятно, потому что, когда человек обретает понимание, понимание, вот мы же с тобой сейчас говорим о том, что о многих вещах люди не задумываются, вот когда просто возникает понимание того, как ты выглядишь со стороны, и ты вообще, зачем ты это делаешь? Ты что хочешь добиться в сухом остатке? шокировать, фрапировать хочешь, там лайков получить большое количество, чтобы что? По итогу-то, чтобы зачем? У тебя конечная цель-то какая? И выясняется, что, оказывается, можно по-другому, можно по-другому, оказывается, вообще можно про миссию подумать, а зачем я вообще в этот мир пришла или пришел? И когда меняется, трансформируется речь, и так забавно, там по Юльке было понятно сразу, что там такой внутренний стержень, Юлек, Качок, там такой внутренний стержень был, такая опора на себя, такое мощное звучание, такая личность, и она вот транслировалась во внешний мир, поэтому там уже можно было корректировать, и по-другому этих людей воспринимали. Ну, то есть речь меняет вообще все? Ну, речь жизнь поменяла, речь поменяла, классный социальный проект, потому что, когда вот те, кто уже ближе к концу двигались, было понятно, что действительно их сейчас будут и по этой одежке встречать, в частности. Есть категория, вот прям расскажу, есть категория, приходят девочки, вот дюймовочки, и начинается, я же Вике Бонни вот этот голос Багира поставила 12 лет назад, мы же ее собирали там, и тропливой речи, читинский говорочек, и жутко тропливая речь. Вот жутко, ты только из дома 2 вылезла, скажите, пожалуйста. Вот, кстати, Вика Бонни мне подарила фишечку, которой я со своими слушательницами общаюсь, когда начинает-начинает разносить, потому что, если мы начинаем тропливо-тропливо лететь голопом по Европам, мы обесцениваем эту информацию, мы становимся такие, и себя обесцениваем, потому что такие маленькие-маленькие, миленькие-миленькие такие. Успеть-успеть сказать. Успеть-успеть, да, потому что в детстве не дослушивали, потому что надо быстренько-быстренько, а еще, да, еще вот, не дай бог, чье-то время задержать, поэтому быстренько вывалить информацию, как вот быстренько вот здесь вот. Вы помните этот мультик «Падал прошлогодний снег»? Ой, что ты сам? Я такой мелковатый-мелковатый. Вот когда у меня там девушки мои так разгоняются по скорости, я говорю, так, стоп, куда полетела? И вот от Вики Бонни я ее притормаживала, я нашла фишечки свои, учительские находишь, и говорит, «Царица моя». Я помню, как это было. Осаночка, осаночка. И меняется же физика, меняется отношение к себе, там переструктурирование происходит, мозга в позволение. Так вот про этих девочек, дюймовочек. Сделайте мне голос Багиры. Ставишь голос на опору. Нравится? Ой, нравится. Приходят на следующее занятие. И приходит дюймовочка. Я говорю, «Дома не работали?» Работала. Я говорю, «Так, значит, я не права. Моя ошибка, мой косяк. Мне надо было сразу спросить». То есть, ну, я спрашиваю, «Какой запрос?» Я говорю, «Теперь давайте так. Давайте пойдем в НЛП, давайте пойдем в коучинг, давайте пойдем вот туда вот. Вам этот голос Багира нужен, чтобы что? Он вам зачем? У любой коммуникации есть цель, да?» Да. Забывают. А вот послушайте, что такое речь, и что стоит за этой речью. Я хочу голос Багиры, чтобы, ну, это же голос альфа-самки, да? Ну, вот чтобы вот появился альфа-самец, и вот у меня там за плечами появился, вот чтобы он был моей опорой. А вот теперь физика. В резонанс с тобой, пока ты сама альфа-самкой не станешь, альфа-самцы с тобой в резонанс не попадут. На разных эшелонах вы летать будете. Знаете, как вот самолеты летают на разных эшелонах? Ну, вот когда друг друга люди не видят, ну, потому что не в резонансе. Ну, конечно. Как в алых парусах, получается. То есть, сначала поверить, да, стать, как-то, да, да, вот стать кем-то. Да. А потом уже... Да, абсолютно правильно. Вот когда ты получаешь опору на себя, вот тогда ты уже начинаешь это транслировать в мир. И тогда уже на эти вибрации приходят те, кто с тобой в резонансе вибрирует. Понимаете, какая интересная штучка. Это я все, получается? Я не слушаю, я не верю в себя, я не... И так далее, и так далее. Да-да-да-да-да-да-да. Более того, вот очень нехорошую службу нам служат в данном случае наши древние мозги. Не, ну, они, конечно, они прекрасны у нас. Весь мозг замечательный. Все-таки мы несколько миллионов столетий лет... Выжили как-то благодарение, да. Развивались. Полагали, вот не так давно, что у нас есть возможность выбора только из двух опций. Бей или беги. Фиву сдрыгай. Потому что... Потому что откуда тогда вот эти вот чудовищные зажимы? Да. Когда ты выходишь, и какое там дело, диалоговое окно. Ну, у меня... У меня заиканий был, я... Пробить не можешь. Да. Пробить не можешь. Начать ты вообще хоть что-то сказать? Остановку свою на звук вожу. Хотя бы язык от него бы отклеить. Господи, а... Почему я все время говорю, мама мыла раму, хоть что-то скажите, хоть что-то просто пробейте. Ну, это сейчас адреналиновая атака, это отдельная песня. Каким образом вылетать в это публичное пространство? Вот рептильный мозг, он, оказывается, дает возможность выбора из трех вариантов. Бей, замри или беги. И как наиболее энергосберегающий гаджет. Естественно, он выбирает, скотина, самый энергосберегающий вариант. То есть, зажимы все. Вот, замри, прикинь себе, тышь или не отсвечешь. Прикинь себе мертвым, да? Ну, типа там под листочком спрячься, потому что... Ну, да, да, чтобы не заметили. Чтобы не заметили, потому что если ты сейчас выйдешь и облажаешься перед стаей, говорит тебе рептильный мозг, а он же отвечает только за инстинкты выживания и размножения. Тебя либо сожрут, либо ты нафиг не размножишься. Но оказывается, что если мы выбираем единственный возможный вариант, бей, что происходит? Дейл Карнеги, обожаю, он говорил офигенскую... Да, ну... Великий, естественно. Фраза-то его гениальная. На первые несколько секунд своего выступления создайте у себя искусственную смелость. Через несколько секунд она станет вашей собственной. А в чем спич? А теперь мы знаем. Он писал, когда было неизвестно, что происходит у нас с эндокринной системой. А мы теперь знаем, что первые три секунды надпочечники выбрасывают адреналин, а это топливо. Бей, замри или беги. И если мы выбираем сознательно вариант бей, то есть мы включаем, чуть громче пробиваем вот этот вот комок адреналиновый. Это же тоже мышцы, связки же тоже забиваются. Если мы добрый день вылетаем, влетели, и все... Во-первых, мы создаем образ уверенного в себе человека. Стая видит вожака, Акеллу. Это не тамбовские наигрыши. Вот у меня вот это вот... Не изображаловы, да, не изображаловы. Нет, это я, но развернутый ровно той своей, вот как бриллиант ограненный, да, развернутый ровно той гранью, через которую я сейчас буду максимально эффективен. Через не могу осознанно дали себе пенделя, врубили громкость, пробили адреналиновый комок, мозг. Типа, что, так можно было? Но дело в том, что нам этот гаджет выдали при рождении, а инструкции по применению не выдали. Ну да, он сложный такой, многоуровневый, да. Многоуровневый, но при этом, когда ты понимаешь, будете смеяться, я внуку, ему 8 лет было, сейчас 10, я ему объясняла вот эту теорию Кевина Маклина, потому что, когда ребенок начинает эмоционировать, ребенок, женщина, мужик, если его там вштырило в эмоции, у меня же есть лайфхатчик для того, чтобы это все тормознуть. Фраза. Фраза? Фраза офигенская. Это всего лишь ситуация. Это всего лишь ситуация. Когда меня там 4 года назад, у меня 4 года назад обнаружили онкологию, понимаете, когда ножки отнимаются, у тебя тут листочек с диагнозом, Наташа, это всего лишь ситуация, ее можно и нужно решить. Так, спокойно, собираемся, и отстрелялась за месяц, забыла, как звали, дальше. Вот опять же вопрос, то, каким образом этот свой гаджет настроишь. То есть, то, во что мы верим, становится нашей реальностью. Квантовая физика. Это не я. Это квантовая физика, это управление реальностью, это опять же кого угодно можно почитать с того же Матима Зеланда. А, Наталья, смотри, вот мы едем в такси, да, мы где-то общаемся, и что мы можем получить, если остановимся, если задумываем, если применим все, о чем мы поговорили, в разных контекстах. Другие речевые костюмы, более эффективные. Ну, давай я про инструменты, которыми можно пользоваться, расскажу. Ведь существует, вот у меня прям будет разработчик такая, пять речевых ошибок, и какими нас видит мир при их наличии. Там, скажем, тембр, звучность, темп, высота, артикуляция. Если у нас, вот посмотри, сейчас как можно с человеком разговаривать, договариваться, используя те или иные красочки речевые. То есть, тембр. Вот у меня объемный, потому что у меня небо на зевке. Зевни. Ага. Ага. Да. 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 Вот. А теперь, вот для того, чтобы... Я тебе там лайфхак практически дам тебе и всем нам. Сейчас, подожди, сейчас сначала расскажу. Объемное небо на зевке держится. И плюс еще подключены у меня вот эти вот нижние косые мышцы живота. Вот если кошку позвать громко. Вот они. Вот если кскнуть и их закрепить, вот это так называемая опора дыхания. Вот, опора на себя, опора дыхания. Да, вот эти кс-кс-кс-кс, вот они, кс-кс, вот, звучание вот в этот вот, в резонатор звук бьёт в купол нёба, бьёт со стенки множится, ну, как в куполе, как в церкви, и плюс ещё плотненький за счёт того, что он подталкивается снизу, то есть не выливается через связки, вот тембр глухой, серенький-плоскенький, а вот такое плоское нёба а-ля роза сиабитого, такой вынос мозга, понимаешь? Такой долбящий. Да, да, выедание мозга, вот, ну, в принципе, можно, если ты чего-то хочешь от кого-то добиться и искренне, доверительно с человеком поговорить, если ты понимаешь, что у тебя вот этот вот нёб плоский, ну, хотя бы это ноздри на ширину плеч. Ноздри на ширину плеч. А ты послушай, как ты зазвучал, это же убийца веником, это же невероятно, вот, вот ноздри на ширину плеч. Вот так звучат, ноздри на ширину плеч. Ширину, ширину плеч. Ну, слава, ну, ну, как звучишь просто, вот осыпаюсь, как февральский снег, вот, говорите, говорите, вот, ааа, боже, объём вот это вот резонирует. Я теперь всегда буду класть ноздри на ширину плеч. Слава тебе пожаю. Ну, это же расход, ты посмотри, посмотри, какая краска, эмбральная сразу. И по-другому нас воспринимают. Да, слава. А у тебя ноздри на ширину плеч. Ну, понимаешь, ты же всё время не будешь ходить, да, с носом орангутана. Можно же потом ноздри привести в порядок, а нёба-то привыкнет. Вот так вот звучать-то, да, объёмно. Здорово, здорово. Шикарно. Шикарно. Вот и сейчас шикарно. Ты объёмный, у меня прямо сейчас каждая клеточка завибрировала. Вот вам, пожалуйста, объёмный тембр. Значит, дальше, что у нас? Тембр, звучность, ударение, логическое ударение. Когда нужно что-то донести конкретное, не сливаем всё в одну дуду, а вот всем же таксистам нам нужно вот тут, вот сейчас направо поворачиваем. До светофора. Потому что у меня, я живу на маленькой улочке, когда их навигатор ведёт, они там начинают крутиться. До светофора поворачиваем. Вот сейчас направо поворачиваем. До светофора? Что-что? Какой-то светофора? До светофора, да. Не до светофора в том случае. Нам же важнее что? Ставим ударение на том, что важнее. До светофора поворачиваем. Увеличиваем звучность, придаём значимости какой-то ключевой позиции. Почему сидим на кухне, нас не слышат. Мы вроде там всё сказали. Не поставили ударение. Значимости не придали. Вот бывали такие ситуации. Да, часто бывают такие ситуации. Ну да, конечно. Не уходи, не уходи. Вернись. Зевнули. Да, зевнули ноздри на ширину плеч. Да. Да. Положили ноздри на ширину плеч. А вот теперь, как в том анекдоте про этот двухэтажный самолёт. А теперь со всей этой фигнёй мы постараемся взлететь. Организм привыкает очень быстро. Так вот, значит, тембр, звучность, высота. Высокие голоса, они отшвыривают, потому что мы визжали, когда на нас опасность выпрыгивала в каменном веке. Какая-нибудь фигня на нас вылетала из кустов. Мы же визжали, чтобы эта фигня у нас тут в обморок свалилась. Друг поможет, да. Фигня в обморок падает, а мы сматываемся, понимаешь? Поэтому сейчас, когда людям становится некомфортно друг с другом, начинается вот этот вот уход на... Не надо со мной на повышенных тонах разговаривать. Да я не говорю на повышенных, да я договоришь, да? Да-да-да-да. И не понимаем даже, что происходит автоматически. А происходит дистанцирование. То есть мне становится некомфортно рядом с человеком рептильный мозг. Говорит, слушай, ну его нафиг, давай подальше держаться. Побольше, чем расстояние вытянуто руки. Чё-то с ним не так. Вот, вверха, средний регистр, дистанция доверия. Вот то, почему я сейчас завибрировала. То, что ты ноздри на ширину плеч и на серединочке сокращаешь. И да, и можно доверять, да. Значит, всё хорошо, расслаблено. Конечно. Каминчик. Камин, потому что ты мне доверил быть в твоём пространстве. Да, я отталкиваю. И меня подтягивает. Вот он, магнит. Видел, что ты врубил сейчас? Такой шоколадав. Да, вот это вот. Говорит, говорит, да. Бандерлоги. Бандерлоги. Вот оно, вот оно, вот оно, видишь? Вот он, средневысотный регистр. Дистанция доверия. Я доверяю вам быть рядом. Угощаю информацию. Не отталкиваю, угощаю. Всё вот так вот просто, оказывается. Да. Ларчик проще открывался. А ты же делаешь ещё хитрее. Ты же сейчас меня к себе подтягиваешь. Ты же сокращаешь дистанцию доверия. Ты же вообще на низы ушёл, агел мой. Мы же с тобой уже совсем в интим съехали. Эвона как. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот к вопросу о том, как, например, с девушками разговаривать. Почему низкие женские голоса у мужчин вызывают сразу боевую стойку? А потому что это сокращение дистанции. Я не могу сломать. Оно прям нравится. Оно хочется, да. Шикарно. Оно затягивает. Да-да-да-да. Ну, шикарно же. Здорово, здорово. Вот, поэтому... И вот это вот всё вместе, да, всё в комплексе. Всё в комплексе, да. А плюс ещё. Посмотри, если у нас каша во рту, если у нас каша во рту, то речь воспринимается как крайне некультурная. Вот что из девчонок, из пацанок выковыривали, потому что там такая кошмар, там такой кошмар. Там мацюки, кроме мацюков, нищих, мацюки хорошо слышат, а всё остальное нет. Ленивый, да, родник? Ленивая дикция. Ленивая дикция воспринимается как отсутствие культуры внутренней. Выплюни вот это вот, то, что у тебя там во рту, начни со мной разговаривать нормально. На пофигу. Вот, а ещё вот эта вот верхняя губа, это вообще мне пофигу. Неработающая верхняя губа, это в лучшем случае дифферентное отношение, а в худшем такое заносчивое, пренебрежительное. Такое, что-то со мной через губу разговариваешь. С моноклим. Ага. Вот, а что делают? Крутон. Вот, ну ты посмотри, что делают британские снобы. Британская аристократия, они же приучают. Специально, да? Конечно, потому что, да, это свидетельство. Показывает уровень. Статус, да, это индифферентное отношение к любой ситуации. Это такой чисто британский снобизм. Посмотри, какая фишечка интересная. То есть, задают тон игры, и ты уже подстраиваешься. Типа, да, ну да. Ага. И при этом, если тебе нужно проявить заинтересованность в своём продукте информационном, вот в этой вкусняшечке, и в собеседнике, чтобы он точно получил эту вот информационную посылочку, ты посмотри, как активно начинают работать губы. Да. Либо это может быть позитиве, либо это очень важное что-то сказать надо. Акцентированно. Акцентированно. Чтобы услышали. Чтобы услышали. Вот. Вот. Включаются все артикуляторы. А если зажата нижняя челюсть, там всего три артикулятора, ну тогда мы разговариваем, как сквозь метровую щель танка. И тогда вот этот объёмный голос в ноздри можно тянуть как угодно. Но если не работает челюсть... Ага. Или рот такой зажатый, бусинки. Да-да-да, куриной жопой. Ой, такой аккуратненький, аккуратненький, прям убиться, прямо вот убить. Вот особенно у правильных девочек такое бывает. Ну что, правильную девочку включили? Ой. А, забыла. Да. Вот это вот. Так, включили, включили баги. Багиру. Боковые мышцы съезжаются, челюсть отъезжает вниз. Купол нёба поднимается. Можно ноздрями дотянуться. То есть вот так всё просто? Да. Включили осознанность. Да. Остановились. Поняли. Зачем. Да. Что это мне даёт. Положили ноздри на плечи. И понеслась. И да, да. И ты, по крайней мере, понимаешь, чем сейчас воздействовать на собеседника. Если тебе нужно дистанцировать собеседника, будьте, пожалуйста, добры, шажой чуть назад сделайте. У меня хук справа и хук слева одинаковой интенсивности. Вот. Дистанцировал. Если нужно приблизить. Ушёл вниз. Уходи вниз. Ой, не могу. Слава Гвай. Говори. Ай, что-то невероятное. Вот, чтобы опустить голос, сразу попробовать вот это, да, ноздри. Зевок. И да. Алло, гараж. Давай, попробуй. Зевну, да. В меня. Алло. Алло, гараж. Смотри, а ты, смотри, какая фишечка. А ты разговариваешь с микрофоном, а я дальше. До меня добей. Алло. Алло. Гараж. Не-не-не. Ушёл вверх. Ушёл вверх. Ты перелёт через голову, видел? Перелёт через голову. Вот, уже начал дистанцировать. Начал отшвыривать. Алло. Алло. Вот. А вот теперь вот эту вот жёсткость убираем. Ангел мой. Ангел мой. Ушёл в себя. Добей до меня. Ангел мой. Ангел мой. Ой, мой ласточки. Не моя я, а я умру сейчас. Ой, невозможность просто сплошная. Вот. Ну, чудо же чудное. Ну, вот оно, пожалуй. Потрясающе. Просто потрясающе. Что можно... Вот так вот. Вот так вот просто. Что можно нести в мир и что можно получать от мира. Это такой инструмент эффективного взаимодействия с миром. Открывающий все двери в любых контекстах. Да. Ой, боже, боже. А вот так вот, да. Начни поговорить где-нибудь. Слава. Слава. Можно я заткнусь и буду слушать. Да, вот так вот где-нибудь в очереди что-нибудь спросишь. Вот они, контексты. Вот оно. Потому что когда... Простите, кто последний? Не подскажете, кто последний. А вот так вот прийти... Нам ярлычок другой уже вешают сразу. Ой, кто это? Да, да, да. Вот эти. Что-то актер зашел? Кто это? А это же не актерское. Вообще не игра. Это просто... Это я, но только развернутый эффективный грань. Ой, как я это буду пробовать. Так, ну класс, ну класс. Я сижу, я умираю. Я это буду пробовать. Слышишь, насколько я обожаю свое призвание. Его работой не могу назвать. Это же не работа. Ты представляешь, это созидание. Да. Когда... Опа, вот то, что ты сейчас сказал. Чуть-чуть докрутила, да. И заиграла. И заиграла. Как бриллиант. Ага. Вот он, бриллиант ограниченный. Вот она, роскошь. Вот я сижу, умираю. У меня прям мурашек. Ну, класс. У нас такие, да, публичные выступления. Вот это. Если вот это. Если не сцена. То есть, в принципе, все есть публичное выступление. Все есть публичное. Это мы с тобой уже выяснили. Да. Общаясь в очереди. Общаясь с супругом. В кухне. С таксистом. На кухне. С таксистом. И отпадает вопрос, а нафига. Да. Отпадает вопрос, а зачем. Потому что, ну классно же. Ну классно же. Он как раз ключевой. Да. Он не отпадает. Нет, ну да. А зачем вообще речь? Нет, вообще в любой ситуации. Да, действительно, во-первых, вот смотри, если, как я понял. Во-первых, нам нужно сначала успокоиться, да, сказать, это всего лишь ситуация. Да. Чтобы лимбический мозг отключить, вернуться в неокортекс туда, разумно задать себе вопросы. А что я хочу, по большому счету, да, от этой коммуникации? Вот какой результат я хочу? Остановиться, подумать. То, что все называют осознанностью. Направить фокус с себя, да, вот с этой комнатки, в которой мы сидим с зеркалами и думаем, что это мир, который вообще ни разу не мир. Направить на собеседника. И вот чуть-чуть докрутить, и мы получаем любые результаты. Просто любые. Просто любые. А там даже где-то, допустим, нам кажется, ну, какая разница, как я с таксистом общаюсь? Да просто по кайфу, в конце концов. Ну, по кайфу, потому что ты приедешь гораздо быстрее, комфортнее и точнее. Вот представь себе, врач, у меня много врачей занимается. Вот врач, если не пользоваться этим инструментом, кто приходит? Испуганный, ну, здоровый человек к врачу, ну, на чекам? Ну, конечно, мы все всегда испуганные. Доктор, что у меня? Да, вот. У вас трещина? Да, в основном. Где? В основном, да, пойдем с этой трещиной, естественно. То есть, просто если трещины нет, ну, пойди загони вменяемого человека на чекам. Ну, если он прям вот гиперосознан. Мужчина особенно. Особенно мужика, да, вот не, это катастрофа же. Девочки ходят, мальчики – не, нифига. Поэтому приходит человек априори, если не прям совсем напуганный, то так на встрясочке. Напряженный, как минимум. Напряженный, как минимум. Вот она дистанция доверия, вот оно звуком гладим. Вот оно. Вот то, почему я тебе говорю, ты начал звучать, у меня сразу такие мурашечки-мурашечки пошли. Да. Резонанс. Конечно, в резонанс. В одном взаимодействии. Конечно, успокоиться, да. Учителя в классе. Голос, поставленный на порт. Они же бедные, они все звучат на связках. Докричаться пытаются. Докричаться. Это же удавиться. Вот ты представляешь звучание на связках. Голосовая складка в трахее, и у нее вот эти боковые мышцы, связочки, они уже все в тряпочке у педагогов. А если я на верхах ищу, кто меня там будет ощущать что-то уважать. А если на галерке, да, ораться, до Васечки, на которой выплю ни жувачку немедленно. Это ну все капец связка. Да ладно ее. Опять что-то фонит. Ой, господи, я бля, он на связках поговорил, а мне аж плохо. Отойди от машины с гвоздем. Вот, пожалуйста, не на связках, на кс и на... Здесь рыбы нет, да? Что сразу услышали. Да-да-да-да-да. Учителям в первую очередь, потому что снимается нагрузка вот с этих двух крошечных мышц, мы переносим мышечную нагрузку на поднятые куполом неба. Просто приучить себя держать небо на зевке не проблема. Вот, ну ни разу. И вот эти вот ксс, зато осаночка, зато спинка. Да ой, у меня юг. А дома-то, да, представляете, как удивятся? Ты как бы что-то там наверхах, да, я что-то таратурюшую, а тут раз. А ты знаешь, что дома происходит? Мне позавчера позвонил, связался там через ассистента, мужик, говорит, вы с моей женой занимались. Я говорю, так. Напряглась. Да-да-да, я говорю, и со мной можете позаниматься? У меня перекос в семье пошел. Она власти больше забрала, чем я. То есть, она не орет, она не командует. Но по факту, по решению вопросов более конструктивно. Акценты, да. Да, с расстановкой акцентов у нее теперь власти больше, она знает больше, чем знает он. Поэтому, а мне тоже дайте, потому что я тоже хочу, иначе у нас пошел перекос. Дома в домашних условиях. Я не понимаю, что она со мной делает, но я сдаю свои позиции. Какую-то цепную реакцию запускает. Хорошая штука. То есть, в домашних условиях. Блогеры. Там сам Бог велел. Сам Бог велел. И понимаешь, любой человек, который сидит в соцсетях, вот хотя бы такой лайфхак, как человек пишет сториз. Он что делает? Пишет видосик. Он смотрит на себя, на свое отражение в камере. Катастрофа. Я вообще не там. Я не с ними. Потому что включено правое полушарие, он думает, как? Он не про что, кому, зачем. Он не в диалоге, он в монологе. И, естественно, его начинает выкручивать этим рептильным мозгом. А в камеру отворачиваем. Штуку это и... Наоборот. Дело в том, что вот Сократ говорил совершенно потрясающую штуку. Если хочешь убеждать тысячи, убеди сначала одного человека, себя. Он не знал, как работает нейрофизиология. На самом деле мозг не делает разницы между правдой и вымыслом. Если подложить у себя воображение, вот этим вот воображением воспользоваться как инструментом и им подложить на глазок камеры глаза очень классно расположенного к тебе... Извините, да. Расположенного. Подожди, я другой пальчик возьму. Классно расположенного к тебе собеседника. Вот посмотри, вот тогда у тебя диалог. Вот тогда ты понимаешь, с кем ты разговариваешь, что ты собираешься донести. Для чего ты это делаешь? Какую цель ты преследуешь? Вот твое зачем, где? Это такой класс. И при этом ты свое отражение не отслеживаешь, ты не в монологе. Ты перестаешь думать как. Ты очень точно адресно, вот с этими ноздрями на ширине плеч. На ширине плеч с акцентами. С акцентами. У тебя очень точно отслеживаемая коммуникация, потому что ты что кому зачем, у тебя контролируемая искренность. Сам контролируемая. С опорой на себя. С опорой на себя созданный речевой костюм под твою аудиторию. То есть от врачей, косметологов, блогеров, студентов. Вот ну просто, как я говорю, что вот единственное, кому можно не заботиться собственной речью, это дворники. У них другие инструменты. Все. Вот всем остальным. В очереди, в маршрутке, чтобы уже перестать проезжать таки свои остановки, вот до смешного на самом деле есть такая проблема, людям неудобно, не слышно, тихонечко что-то там сказали, проехали, ну пройдусь, пройдусь. У меня сейчас в Дубае приехала девочка заниматься из, сейчас скажу, из Ростова-на-Дону, то есть ей до Дубая было ближе и по большому счету дешевле, чем до Москвы. Интересно. Ну просто в Москве три недели курс идет. А, все, все, там интенсив. Ну а там был интенсив, а там я сжала до четырех дней. Когда на второй день мы с ней пошли в кафешку, в две кафешки, так получилось, что мы подряд с ней в две кафешки пошли, потому что она еще у меня в моем закрытом спич-клубе поговорим уже давно, принимает участие уже давно, спичит. Но спичит я каждый раз так, голос на опору, иди-ка вылези, вылези из своей ракушки, иди ко мне. Вот он я, Гена, вот он я, как говорил Чебурашка. И когда ее на второй день наших занятий, я ее выковыриваю, она в себя, выковыриваю, она в себя. И в двух кафешках два раза переспросили официанты, то есть всего четыре, два в одном кафе, два в другом, что она конкретно хочет, ее просто на третьем занятии взорвало, она говорит, господи, вот эти вот официанты, они у меня теперь пожизненно будут триггерами, потому что все, я поняла, я поняла, что меня вообще не слышат. У нее бизнес потрясающий, она творческий человек. А раньше бесила, да, думали, и деваются. А к ней наклоняются, ее не слышно, а ей кажется, что ее много. Ей кажется, что ее много, что она громко говорит. Вот представляете, какое количество приходится прошибать, какое количество наших комплексов истребляет поставленный на опору голос. То есть, когда она заговорила, уже на третьем занятии, заговорила, зазвучала, вышла вот в это позволение, она говорит, боже мой, я поняла. Я Сашку обожаю, у нее вот эта вот фраза, это вот не моя, поэтому я ни у кого ничего не тибрю, это вот моей ученице фраза. Я поняла, хорошие девочки счастливыми не бывают. Хорошие девочки счастливыми не бывают, круто. А она все время, вот это вот в себя, надо быть хорошей, надо быть иконечкой, надо быть про себя. Наталья, получается, всем, всем, контексты любые, а когда? Если мне, а мне 40 уже, 40, а если мне 50, а если мне 60, когда? У меня приезжали люди из других стран, из Голландии, из Италии на оффлайн, не буду даже называть имени, простите, пожалуйста, а челюсть вставная не помешает артикуляционной гимнастике? Я говорю, ну мы с вами вот это вот упражнение делать не будем, на язык, а все остальное я вам оставлю. Может закончиться, да. То есть и в 60 люди приезжали, когда человек понимает, что ну когда уже мне вот это вот, когда это можно-то у меня возникнет? Ну я же взрослый человек, почему мне до сих пор все не можно? Почему я сквозь эти детские комплексы и запреты не могу пробиться? В конце-то концов. Вот. Позволение-то себе уже, ну сколько же можно это в ноздри-то уже положить? Когда? Когда, если не сейчас? Слава. Жги, Слава, давай. Да. Вот оно, человеческий гений победил слепую природу. Ой, обожаю. Здорово. Вот оно, вот оно, понимаешь, в любом возрасте у меня люди, которые, ну понимаешь, они у меня все девочки-мальчики с высоты моих 60, но у меня, ну с Госдумой я занимаюсь, но ты меня извини, и там мои ровесники, там сидят мои ровесники, и опять же без называния имен и фамилий, а им законы утверждать с Госдумой Российской Федерации, с правительством Москвы, но это те люди, которым речью надо горы сворачивать, понимаешь? Вот начиная от камерного общения в кабинете врача и заканчивая вот этим вот рывком тельняшки на груди. Ну, моя жизнь уже точно не будет прежней, я думаю, как и многих зрителей наших.